здравствуйте с вами Марина Рыкалина и мы продолжаем вместе с вами готовить свой участок к зиме присоединяйтесь мы уезжали в отпуск нас не было 10 дней и я очень надеялась что заморозков не будет но они случились у нас самаре снега не было на покров мы были в Москве и там уже выпало довольно большое количество пушистого снега а значит через 40 дней снег ляжет окончательно от первых заморозков некоторые виды я укрыла нетканым материалом и до сих пор мы с урожаем и еще одна проблема у нас практически нет дождей поэтому почва сухая уезжая я сделала фитили для полива цветной капусты то есть я поставила 10 литровые ведра с водой и опустила тряпочки корням растений поэтому мы с урожаем цветной капусты и еще в этом сезоне я не тканый материал плотностью 60 грамм на метр заменила на 90 грамм на метр поэтому первые заморозки капусту сильно не затронули и вот посмотрите что мы имеем на конец октября цветная капуста это гибрид смела он средний спелый как видите хорошие гибриды не подводят и до сих пор еще есть брокколи у нас ремонтантный гибрид фиеста я помню бабушка говорила что белокочанную капусту надо выдержать хорошо чтобы ударил легкий морозить только потом собирать ну вот я не согласна с этим наш капуста попала под легкий заморозок листочки у нее повреждены и хранится она от этого лучше не будет ее осталось немного всего три головки съедим за маринуем поэтому не страшно но не ждите заморозков у нас еще много корнеплодов морозец прошелся только по макушкам сами корнеплоды очень хорошие собираем сегодня весь урожай оставшиеся под не тканым материалом также хорошо сохранилась зелень в теплице мороз был огурцы погибли но зелень и редис здесь остались поэтому еще по хрустил весной на грядке высаживала лук порей и остались тонкие былинки вроде бы и места на участке нет я их просто приткнула около смородины и вырос мы с урожаем и зеленью позднюю осенью он не боится морозов на грядках у нас остается еще большое количество редиса и он прекрасно как и другие корнеплоды будет храниться в холодильнике либо в погребе одно остается неизменным весь мой урожай как всегда выращен из семян агрофирма партнер до какого момента можно заправлять грядки до того момента пока не ударит сильный мороз то есть до тех пор пока землю физически невозможно будет перевернуть в любом случае осенняя заправка она всегда более предпочтительно потому что в течение зимы все компоненты успеют между собой повзаимодействовать и переместиться на эту грядку в следующем году я высажу самую раннюю капусту рассаду этой капусты я буду сеять 15 марта дома обычно я беру настю и здесь будет установлен тоннельный парник из нетканого материала здесь была посеяна смесь сидоратов они почву разрыхляли из нижних слоев доставали питание поближе к верхнему слою почвы и сейчас я грядку буду заправлять удобрением бюджетный вариант доступен всем здесь есть жим их подсолнечника костная рыбная мука но самое главное что здесь есть бактерии и да они до сих пор в почве будут работать следующее удобрение вносить вовсе не обязательно но если есть такая финансовая возможность то внести можно я это делаю на некоторых грядках дело в том что это удобрение созданы из морских обитателей и из морских водорослей конечно там много дополнительного питания теперь острые лопаты я подрубаю сидораты и буду заделывать их неглубоко в почву у меня все готово перекапывать с переворотом пласта после сидоратов не нужно потому что там черви мы их тревожим убиваем и бактерии лучше все это пролить водой если нет дождей у нас сухо и в идеале сверху можно укрыть черным тканым материалом за счет этого тепло которое поднимается снизу из почвы будет сохраняться то есть материал не даст быстро уйти теплу то есть будет время чтобы бактерии черви еще поработали я использовала для заправки удобряша от биокомплекс морской ассорти и осенне но уже можно начинать готовиться к новому сезону линейка у них огромная еще одна процедура которая обязательно нужно будет провести в своих садах это покраска штамбов и скелетных ветвей плодовых деревьев иногда и кустарников есть правило штамбы мы красим только когда дерево достигнет возраста 5 6 лет молодые деревья штамбы их мы не красим потому что краска и компонентов не уходящие могут навредить молодой неподготовленной коре штамбы молодых деревьев я обычно защищаю хвойными веточками можно взять пижму тысячелистник мышки тоже не подходит к таким штаммам а еще можно нарезать бинтики тоненькие из нетканого материала и закрутить для того чтобы покрасить штамбы лучше выбрать солнечный день после того как уже перестанут лить дожди вот на данный момент это делать рано но я покажу как сделать это правильно чтобы ваша краска после первого дождя не слезла лучше всего взять акриловую краску она дольше держится если вы используете известь то обязательно в состав введите прилипатель но прилипатель я добавляю и в акриловую краску как это сделать правильно у меня в ковшике совсем небольшое количество воды где-то 50 70 миллилитров я беру 3-4 ложки прилипателя и я вам всегда говорю что прилипатель очень важно правильно размешать чтобы он у вас не превратился просто в склизкий комок поэтому делайте это как написано в инструкции поэтапно то есть добавляйте каждый раз большее количество воды либо вымешиваете капучинатором далее я беру буквально одну ложку железного купороса он полезен особенно деревьям на которых есть лишайники хорошо обеззараживает далее я беру полтора килограмма краски это как раз маленькая ведерко который можно купить в магазине добавляя в прилипатель железным купоросом небольшими порциями каждую порцию еще раз хорошо вымешиваю уже палочкой у меня получилась однородная масса липкая а ковш удобно держать в руке деревья красим не весной для красоты а именно осенью чтобы защитить их от весенних лучей я использовала липосам от эко дачник его можно купить отдельно но также он есть в базовом наборе который нам потребуется для ухода за растениями в зимний период в этом цветнике который я создавала летом сейчас я планирую высадить довольно большое количество луковичных растений до какого времени можно высаживать луковичные лучше всего запоздалую посадку переносит тюльпаны вот нарциссы сажать поздно совсем я бы вам не рекомендовала тюльпаны даже если сверху на земле чуть-чуть замерзла ледяная корочка убираете ее сажаете тюльпаны и они прекрасно взойдут у вас на следующий год я сажала тюльпаны где-то 5 10 ноября все прекрасно зацветет для того чтобы мне видеть где я сажаю как я сажаю для того чтобы это было удобно сделать у многолетников я срежу всю надземную часть сейчас самое время сделать окончательную обрезку роз обрезаю где-то на 15 сантиметров рядом с розами у меня лежат кучки коры эту кору я сгребла со своего огорода где у меня росли томаты то есть парадный огород я так делаю каждый год то есть покупаю где-то 7 8 мешков коры после посадки овощей засыпаю корой а осенью сгребаю и как раз таким образом мне удается закрывать те неприглядные места где кора уже где-то перегнила где-то она испортилась роза нельзя укрывать слишком рано не боятся они ни первых заморозков ни первого снега пусть снег тает и только когда минует угроза дождей по первым таким хорошим мороз сам я засыпаю основание корой затем ставлю дуги и накрываю теплым материалом 500 у меня дармит если у вас есть проблемы и некоторые многолетники плохо зимуют вымерзают например перовские многие жалуются замерзает у меня такого не было но весь цветник после посадки луковичных можно накрыть одним большим сплошным куском нетканого материала где-то 60 90 грамм на метр материал должен быть белым и укрытие такое нужно сделать никогда уже будут серьезные морозы а успеть сделать его раньше материал хорошо дышит ничего там не запреет но вот тепло который идет снизу из почвы этот материал будет держать ваши многолетники прекрасно перезимуют например я стараюсь укрывать лаванду короны негритянки и красное платье посмотрите какие необычные по форме сорта тюльпанов я очень люблю новинки вот такой вот тюльпанчик мне еще понравился билиция он смотрится таким растрепанным но он будет шикарно смотреться если вы в одну куртину посадите где-то 10 15 луковиц крокусы посажу белые и очень рекомендую вам посмотреть уже сейчас про нукулюс они уже продаются это на весну попробуем вместе с вами вырастить рассаду и еще очень важно если вы будете делать укрытием а его надо бы сделать потому что обещают что будут сильные морозы без снега под укрытие обязательно положите репелленты они полностью безопасны и мыши не отравится они просто не идут устраивать свои гнезда там где сильно пахнет эфирными маслами и также есть большая пачка репеллентов от кротов и кстати вот такие репелленты вы можете раскладываться в лунке при посадке луковичных растений мышки тоже подходить не будут необычные луковичные идут под маркой дарит а репелленты безопасные это кыш под маркой рубит производитель компании росте можно заказать на marketplace ах у нас сегодня в гостях дарья ермилова руководитель торговой марки удобрений я думаю вы уже и знаете по нашим программам и сегодня она с новым продуктом и вот конечно первый вопрос а это просто новая удобная упаковка виде спрея либо внутри действительно какая-то новинка на самом деле я влюбилась в этот продукт еще до его появления потому что это действительно доработанная формула мы для производства этого продукта использовали во-первых ионизированную воду так как это частая распространенная проблема что люди в комнатном световодстве не отстаивают воду используют воду из-под крана из-под фильтров и получается что обрабатывая растения водой из-под крана на листьях могут образовываться хлористые отложения которые нарушают и фотосиндос и мешают дыханию растения особенно в такой стрессовый период как зимнее время когда недостаток света когда включены батареи воздух сухой и мы при этом хотим чтобы растение продолжало вегетировать и развиваться поэтому мы использовали ионизированную очищенную воду чтобы был стабильный состав и чтобы не нарушать работу устьиц вот плюс мы обогатили состав имеющегося концентрата янтарной кислотой так как многим нравится эффект от наших гелий с добавлением янтарной кислоты а мы решили добавить здесь его в спрей чтобы еще больше стимулировать работу растения чтобы она именно в зимний период особенно не замирала в развитии не впадала в состояние анабиоза и также в наших спреях содержится природное серебро что она дает это как естественная антибактериальная защита то есть это защита растения от нападения бактерий от нападения вредителей особенно тоже сейчас это актуально когда мы с улицы приносим растения домой где-то что-то недообработали и есть высокие риски того что перекинется с уличных растений на домашние и все это заразиться дарь и вы рассказываете все время сейчас про комнатное цветоводство да у нас очень красивые цветы на них уже опробован данный продукт а можно ли и нужно ли использовать это для зимнего огорода потому что эта тема сейчас очень актуально мы действительно добились того что зимой получаем очень хороший урожай и огурцов и уже даже помидорчиков да марин хорошо что вы спросили потому что я уже вся в комнатном цветоводстве но на самом деле мы сделали спрей и для рассады и у нас есть универсальная формула которую как раз отлично будет использовать на домашнем огороде потому что состав спрея очень мягкий кстати очень частый вопрос что люди нарушают дозировки указанные на концентратах это не только с нашим продуктом связано в принципе со всеми учится побольше да 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 но это большое заблуждение потому что все производители выверяют дозировки вот и стараются писать именно те дозировки которые дадут эффект и не навредят растению тем более в комнатном садоводстве цветоводстве вот поэтому здесь уже готовый состав то есть это готовый к использованию спрей и мы минимизируем таким образом вот эти нарушения которые люди могут допустить и реально потерять из-за этой ошибки урожая ну и конечно здорово то что дачники сейчас они люди очень заняты и все мы работаем а тут просто ты берешь пузыречек ничего не нужно разводить читать инструкцию это просто открутил побрызгала и да и очень здорово что у спреев мы сделали самый вот возможный мелкодисперсный распыл чтобы у нас лучше препарат усваивался через устью впитывался не стекал да и там маленькая доза выпрыскивается потому что есть распылители которые очень большой объем выпрыскивает сразу мы сделали распыл 3 миллилитра чтобы прям точечно можно было обрабатывать листики он как бы не разлетался во все стороны да и на стекла и на его потому что поэтому вытирание окон это самое интересное занятие цветоводов мне кажется линейка витамина аминосил пополнилась новыми питательными спреями не забудьте приобрести к новому сезону для цветов и домашнего огорода свою работу я продолжу в студии где у нас уже вовсю растет зимний огород помидоры баклажаны перцы села в августе и об этом вам говорила я пересадила свои растения в большие кашпом и за спокойной совести уехала в отпуск но не все прошло гладко потому что за это время у нас стали наливаться уже помидорки и на некоторых плодах есть вершинная гниль потому что никто кальций дополнительно моим помидоркам не дал любители загородной жизни все разные как и наши с вами интересы кто-то полностью зимой отдыхает кто-то выращивает комнатные растения есть дачники которые ничего не выращивают и даже рассаду покупают и лето проводят на своем участке у меня нет обычных домашних растений ну например фикусов у меня растения домашние это те которыми впоследствии я смогу украсить свой участок вот именно их черенки я забираю выращиваю новый посадочный материал к сезону зимний огород я обожаю я к нему всегда готова у меня профессиональные фитосветильники качественные гибриды и я действительно зимой снимаю классный урожай это очень приятно выйти сюда утром и к завтраку нарвать огурчиков помидорчиков и прочей зелени без растений зимой конечно же очень скучно если дома все благухает зимой и цветет топ и холодный период проходит как-то быстрее и радостнее зимнее выращивание растений может стать генеральной репетиции вы проверите на что способны ваши профессиональные фитосветильники как ведут себя гибриды какой грунт лучше всего составить и как ваше растение реагирует на подкормки в холодный период я буду показывать вам разные варианты грунта будем составлять их вместе и сегодня составим первый базовый грунт для выращивания декоративных растений за основу я взяла почвенный брикет если его размочить получается 10 литров готового воздушного грунта что есть в этом почвобрикете там порция минерального удобрения грунт нейтрализованный то есть есть специальные добавки и здесь есть небольшая порция вермикулита в принципе грунт неплохой чтобы вырастить в нем растения но я качество грунта люблю улучшать то есть сделать его более насыщенным чтобы получать более высокие результаты на 9-10 литров грунта берем 1 литр перлита за плодородие почвы отвечают фуловые и гуминовые кислоты и также за счет них растения могут усваивать питание более быстро и полноценно но на их создание в природе уходит довольно много времени десятилетия столетия поэтому мы берем концентрированный продукт где есть фуловые и гуминовые кислоты на 10 литров грунта нужно буквально 5-10 граммов после пересадки растений у нее должна быстро нарастать корневая система а за корни отвечает фосфор большое количество фосфора находится в компосте который сделали из индюшиного помета продукт этот не используют в чистом виде растения конечно же у вас могут сгореть но вот в рекомендованных дозах никакого вреда для растений не будет напротив они будут очень быстро наращивать корни и соответственно зеленую массу на 10 литров готового грунта можно так же взять один а литр компоста на основе индюшинного помета все тщательно перемешала и получила шикарный грунт а теперь давайте подведем небольшой итог если мы используем почву абрикет добавляем туда перли то мы получаем идеальную смесь для начальных посевов если же мы с вами добавляем данный компост получаем шикарный субстрат для пересадки уже взрослых растений если в дальнейшем вы планируете подкормки они конечно лишними точно не будут то можно взять биогумус и специальный спрей вот этот спрей это минеральное удобрение его мы даем по листьям почвенный брикет улучшитель компост тоник и биогумус это продукты под маркой биомастер спрашивайте в магазинах вашего города и заказывайте на маркетплейс если вы заранее не планировали зимний огород но хотите это сделать то самая простая культура вернее самая быстрая с которой можно получить урожай это огурец выбираем самый ранний гибрид огурца и уже на 42 45 день начинаем снимать первые огурчики по сути вы можете взять свой любимый гибрид который показывает у вас хорошие результаты при выращивании в теплице одно условие гибрид должен быть партенокорпические потому что оплите ли насекомых у нас дома конечно же нет уже не один год проверяю что самым первым дает урожай ранний гибрид огурца героль он гладкий а еще есть гибриды которые селекционеры специально выводили для выращивания в стесненных условиях на подоконнике дело в том что у этих огурчиков совсем маленькие листочки свет это не очень сейчас много это гибриды крош и трюкач их огурчики где-то около 8 сантиметров и такие маленькие огурчики можно вырастить в небольшом объеме около 6 литров пробовала разные варианты выращивания рассады огурцов и лучший вариант у меня получился когда я сразу их села в большой объем 1 литр но горшочки должны быть светлым дном а еще огурцы крайне прожорливы им нужно много питания а на начальной стадии еще и нужно много азота и сейте их можно сразу в обогащенный грунт а еще конечно же хочется получить полезный урожай без минеральных удобрений поэтому грунт для выращивания огурцов мы тоже будем составлять со своими особенностями и вот технология которую я вам сейчас покажу я буду ее использовать в течение всей зимы для выращивания огурцов и сеть я буду огурцы не один раз я думаю где-то раза три точно нам нужно с вами найти в магазине качественный торфяной грунт но без минеральных удобрений составе должны быть раскисляющие компоненты это например таламитовая мука там могут быть перлит вермикулит я взяла именно такой грунт разрыхляющие компоненты здесь есть также там может быть небольшая порция пиакомоса в прошлом сезоне на таком грунте я выращивала баклажаны мы получили шикарный результат учитывая что были у нас только фитосветильники поэтому в этом году делаем это на огурцах у меня специальная питательная добавка в ее составе есть ферментированный куриный помет опытные дачники знают что обычный куриный помет может вызывать ожоги поэтому не разрешен контакт прямой с корневой системой но при ферментации бактериями куриный помет приобретает другие свойства то есть можно назвать этот продукт комплексным удобрением корни он не обжигает но конечно в чистом виде использовать нельзя также в составе есть сапропель там огромное количество в микроэлементов плюс ко всему сапропель немного утяжеляет торфяной грунт что является плюс и также здесь есть диатомит это ацербент что он делает он собирает и удерживает вредные вещества на 10 литров готового грунта добавляем 1 литр и этой питательной добавки заполняем стаканчики грунтом немного не доходим до вверх стаканчика трамбуем и плеваем раскладываю на поверхность семена присыпая почвы где-то на 5-7 миллиметров и сверху еще раз аккуратно увлажняю обычно огурцы всходят очень быстро на 4 сутки если температуры не хватает потоконники прохладные напоминаю что есть специальные подогревающие коврики как только на поверхности вы увидите первой петельки отправляем под фитосветильник и первое время фитосветильник располагаем низко на расстоянии 15 сантиметров огурцы конечно же потребуют дополнительных подкормок желательно делать их еженедельно мы можем с вами подсыпать эту плодородную питательную добавку а можем использовать концентрат который мы с вами использовали в течение сезона для подкормки напомню что он очень экономичный один миллилитр на литр и здесь хватит его на весь сезон макс и плодородие макси урожай зимой с этими продуктами можно вырастить любые культуры заказывайте на marketplace под маркой 5 сезонов огромные декоративные растения которые растут в кашпо я домой не забираю я забираю с них черенки и в одном из сентябрьских выпусков я показывала вам как произвожу черенкование пластиковый парник в крышке здесь есть дырочки парник я ставила в теплое место в общем то все иногда сбрызгивала и конечно же этот парник стоял под фитосветильником свет это идеальное условие для черенкования открываем и посмотрим какие здесь выросли джунгли конечно же растением уже не хватает объема и света поэтому сегодня буду пересаживать в горшочке 750 миллилитров и за зиму я думаю что не один раз я еще срежу с них черенки и сделаю новые растения и еще один из моих любимых способов сделать питательным грунт это использовать ионитный субстрат данный продукт рассчитан на использование в течение одного сезона ну и конечно в течение этого времени не потребуется дополнительных подкормок идеальный способ для занятых людей также в этой питательной добавки есть смесь природных углеродных материалов которые способствуют профилактике грибковых заболеваний то есть этим продуктом можно не только пересаживать укоренившиеся растения но и в принципе добавлять в легкий грунт в котором вы будете выращивать черенки то есть сразу посадить с этой питательной добавкой я составляла грунт для посева огурцов где нет минеральных удобрений и вот ионидный субстрат именно отлично сочетается с таким грунтом 1 столовая ложка на 1 литр готового грунта это вегетативный alisum snow princess в горшочек я сажала по несколько растений также буду пересаживать делить не буду единственное что как только приживется буду стричь в течение всей зимы его нужно хорошо стричь еще я люблю добавлять небольшое прям количество ионидного субстрата на утрамбованную почву на поверхность а питание если вы помните из-за нет на вас субстрата крышки могут брать только если будут с ним соприкасаться сейчас посмотрим что у нас за корешки наросли все отлично дальше у нас махровый бальзамин это плектрантус если помните у меня на даче стояла огромное кашпо и я высаживала изначально кашпо в котором росло три вот таких растений еще у меня укоренился колиус альтернантера и я черенковала дихонтер вот прямо по три черенка в один стаканчик смотрю некоторые листочки уже гниют есть переувлажнение срочно все пересаживаем как видите работы мне сегодня на весь вечер еще большой плюс а нитного субстрата растения вырастают с мощной корневой системой и с высоким иммунитетом еще мой участок летом украшали вот такие вот шикарные фуксии зимовать дома взрослое растение к сожалению не может она погибнет поэтому его нужно на черенковать потом обрезать оставив вызревшую часть и отправить в погреб но у меня есть помощница моя дочь анастасия и в своей программе она займется черенкованием фуксии и подробно об этом расскажет цион протек для цветов будем работать с этим продуктом всю зиму